Конкретика – место, времени и персоны. Напротив – абстракция, свобода и поиск. Живопись и керамика гармонично соединились в выставке «Стремление» начинающих художниц Марии Егоровой и Софии Погодиной. Молодые авторы – уроженки Нижнего Новгорода, обе учились в Санкт-Петербурге. В экспозиции представлены картины Марии, навеянные путешествиями, учёбой и знакомствами. Мария Егорова пишет Китай, ездила в Китай и смотрела там различные провинции Китая. Ездила на Байкал, смотрела вот эти безмолвия, какие-то ступы буддистские, байкальских берегов. И всё это у них в творчестве отображается. Мария Егорова рисовала свою сестру, своих однокурсников, каких-то своих друзей. Керамические вазы Софии Погодиной отражают поиск и многообразие новых форм. Предпочтение она отдаёт тем, которые могут собрать и разрушить силуэт. Для автора важно участие зрителя, когда экспонат в каждом взгляде обретает различные смыслы. Они бесформенны, даже отчасти как-то непонятно, что имелось в виду, но у каждого возникает своя ассоциация. Мы проводили эксперимент в музее, каждый говорил, на что похоже. И у каждого были свои какие-то ассоциации, причём они могли быть совершенно не связаны с конкретной формой, а скорее с настроением, которое несёт эту форму, с каким-то впечатлением. В вазах и картинах авторы дают волю фантазии и умело отражают образы современного мира. Где-то ассоциации приводят нас к эпохе Возрождения, где-то к футуризму, где-то погружают в весеннее тёплое настроение. Девушки по-своему осмысляют новое пространство, новый мир. Они только вышли, мы же выставку назвали «Стремление», и вот именно их устремлённость в новую жизнь, когда они закончили, когда они начали преподавать, когда начали осваивать пространство и выставки, и другие страны. Выставка будет интересна не только взрослым, но и подросткам или учащимся художественной школы. Проникнуться пёстрой контрастной атмосферой работ молодых художниц можно будет в городском музее лишь до 12 мая. Возрастное ограничение – 0+. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Ряпов. Служба новостей. Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова